Что же такое Новый Год? Как его можно увидеть? Это ново-старые заботы, те же самые события. Лишь только кончание этого года говорится о том, что нужно подвести итоги работы, жизни и приготовиться с новыми силами к новым событиям. Но раз мы пришли к этому событию, дорогие братья и сестры, мы должны в эту ночь проводить молитвы, должны проводить с Богом и в Боге, должны простить все обиды, все наши взаимные оскорбления, помолить у Бога, умолить Бога, чтобы Господь не спасла мудрость правителям, терпение нам всем, чтобы окончилась война, чтобы пришел долгожданный мир, которого, я думаю, что большинство людей просят у Бога милости и просят этого благодатного дара, который так чувствителен, так нужен, чтобы не убивали наших детей, не убивали нас, не рушились города и здания, чтобы мы не обижались друг на друга, чтобы не восставал народ на народ, а был един пастырь, единостадок, то есть Христос Спаситель мира. Я от всей души поздравляю вас, хоть я не чту этот праздник, но совершаю богослужение ночью и прошу у Бога милости. Прошу у Бога для нашей страны и для всего мира Божьего милосердия, но для того должно быть у нас у каждого сокрушенное и смиренное сердце, потому что лишь только человек обратится к Господу, лишь только он принесет достойные плоды покаяния, тогда Господь идет навстречу. Вспомните евангельские истории. Он спрашивает слепо, можешь ли веровать? Спрашивает Отца, когда Он сошел с горы преображения, которого на Новолуния безбросал в огонь и воду, можешь ли веровать? Вот сегодня я спрашиваю словами Христа Спасителя. Мы веруем в Бога или верим в Новый год? Что Он вроде бы нам год принесет все, ничего нам год не принесет. Сегодня еще раз, еще раз поздравляю всех с Новым годом. Желаю всем, чтобы наше сердце наполнилось радостью, а для того его нужно открыть. Уродцы и лукавы изгоняются только постом и молитвой. Это неделя перед Рождеством Христовым, которым будем праздновать. Не встреча Нового года в пьянстве, в хулиганстве, в грехах проведем, а откроем сердце свое, чтобы Христос зашел и сказал, если мы его упустим в наше сердце, он придется Отцем своим небесным и Духом Святым и сотворят вечером, и мы будем его детьми, он будет нашим Богом. От всей души желаю, чтобы всем нам по милости Божьей, по молитвах Матери Церкви, по молитвах нашего предстоятеля, епископата, священника, монашествующий, Господь услышал молитвы всех нас, положил преграждение злу, войне, насилию, чтобы Господь благословил нас всем миром благополучием, долгоденствием. А это возможно лишь только в Новом году. С Его помощью, с Его благодатью и с Его милосердием нам грешны. Всех еще раз с Новым годом и Божьи благословения из Колыбели Православия Киево-Печерской Лавры, которая сегодня, к сожалению, закрыта для паломников, для верующих людей, воссияет и нам звезда, путешествуя со Солфами для Украины, каждому человеку в мире и благоденствии. Храни Господь всех с праздником! Субтитры создавал DimaTorzok